Дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в Москве. Это девятый фестиваль. В этом году мы сделали программу так, как мечтали и планировали делать еще с самого начала, мозаичным способом, потому что это фестиваль. Поэтому мы предложили вам большое количество разных площадок. Вы смотрите на эту программу, выбираете то, что вам интересно. Идея была в том, чтобы параллельно работают 5-6 небольших площадок, чтобы вы могли активно работать с экспертами и тренером, задавать свои вопросы, делиться своими мнениями. Поэтому очень надеемся на вашу активность, тем более, что многих из вас мы знаем. И, в общем-то, это, можно сказать, элита регионального вещания, люди, которые действительно хотят в профессии реализовываться и что-то менять в этом мире. Мы действительно вам признательны за то, что, несмотря на сложные условия, в которых работают вещатели, чему будет посвящен наш первый круглый стол, вы все-таки стараетесь делать качественно свое дело в рамках профессии, которую вы выбрали в своей жизни. Итак, я очень рада, считаем фестиваль открытым. Я хочу передать слово генеральному директору корпорации радио, это партнерской организации фонда независимого радиовещания, которая вместе с нами продумывала, придумывала идею площадок, работала с экспертами, и Наталья будет общаться с вами все эти дни. Мы меняем площадки, обратите внимание, первые два дня мы работаем в двух офисах, здесь и в библиотеке иностранной литературы, в офисе ФНР, затем мы будем работать в овальном зале библиотеки иностранной литературы, и потом перейдем уже в иллюзион. Поэтому не удивляйтесь, часть людей будет разбросана сразу по нескольким площадкам, если вы хотите кого-то найти, подходите в оргкомитет, спрашивайте, кто где работает. Не потеряйтесь, обратите внимание на обширную вечернюю программу. Сегодня вечером у нас Андрей Кнышев предложит свое понимание юмора и сатиров в телерадиоэфире, он подготовил видео, отрывки, аудио, в общем, это будет такой серьезный, интересный разговор. Потом, у кого хватит сил, хотя мы с вами начинаем рано, и часть людей еще, конечно, едут в поезде, подъезжают сюда на фестиваль, нас пригласили в мультимедиа-арт-музей, который должен был быть закрыт, но специально для фестиваля будет открыт. Вам расскажут и покажут последнюю выставку, это новое издание, оно недавно открылось, поэтому действительно будет очень интересно. Завтра у нас вечеринка по поводу награждения победителей конкурсной программы в Центральном федеральном округе, а потлезавтра мы встречаемся уже на финальной церемонии. Так что следите за программой, ничего не упускайте, любые вопросы к корпкомитету к нам, и я приглашаю Наталью Кимовскую. Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень приятно видеть в зале знакомые лица. Давайте перед тем, как перейдем к прекрасному и к серьезному, немножко вспомним о том, как в этом году проходил фестиваль. Проходил очень интересно и необычно. Осенью высадился десант по Владивостоке, и через три дня мы уже были в Южно-Сахалинске. Помимо традиционной фестивальной программы, в этом году у нас были очень необычные элементы фестиваля. В частности, мы были на экскурсии на Сахалине-2. Это единственный в России газоожижающий завод, такой огромный, который стоит прямо в море. Честно говоря, не знаю, почему мы там оказались, довольно неожиданно, да, фестиваль радиовещателей, но это было здорово. Вот с тех пор, если кто-то смотрит телевизор и видит рекламу «Газпрома», она как раз всегда начинается с этого вот, Сахалин-2, и дальше показывается вся Россия. Но, видимо, мы решили так же масштабно поступать, потому что через месяц мы оказались в Абакане и посетили там Саяно-Шушенскую ГЭС, зрелище незабываемое. Абаканцы, большое спасибо за организацию такой экскурсии. Вот, а дальше уже мы как-то поняли, что приключения в этом году будут нас все время сопровождать, потому что, когда мы приехали в Волгоград и в воскресенье утром решили пойти на экскурсию, да, поднимались на Мамаев курган, спускался туман. К тому времени, как мы поднимались, поднимались, оказались у статуи Родины Матери, и ее не было видно вообще. То есть, в принципе, она там стоит, мы об этом знаем, но мы ее не видели. Мы вообще не видели друг друга даже, такой густомолочный был туман. Но мы поняли, что, видимо, это судьба. Фестиваль вместе радио, он такой, он креативный, он необычный, понимаете, он не скучный. Поэтому уже после Нового года мы приехали в Челябинск, проезжая мимо здания, где мы должны были проводить фестиваль, и мы как-то чуть-чуть даже, знаете, такой дежаве удивились, а что здесь МГУ делает здание. Оказалось, что это Челябинский государственный университет, который называется Мини-МГУ. И там самая-самая современная студия радио и телевидения студенческого, мы были под впечатлением. Питер прошел весьма традиционно, то есть, ну, без эксцессов таких вот. Но потом была Казань. И в Казани, помимо такой ударной фестивальной радио работы, вот кто помнит, пятница вечер, ночь, точнее, обсерватория казанская и шашлыки на свежем воздухе в 11 вечера. Тоже было классно. Так что, я надеюсь, что в Москве вам тоже понравится. Мы изменили место проведения фестиваля. Смотрите, какой классный современный центр. В программе вы уже, наверное, запутались, потому что там так много информации, столько всего надо посетить. Прямо вот ходите с ней, вот так вот, как с руководством, и изучайте с руководством по эксплуатации, как и чего можно этот фестиваль, с какой стороны посмотреть, посетить. Продолжение следует...